Здравствуйте! Компания Кудерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Тема вебинара вы видите на экране. Это новая форма декларации по ОСН и рассматривать мы ее будем на примере 1S ERP. Вы видите наши контактные данные на экране, электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Через некоторое время после проведения вебинара мы выкладываем его в записи и вы можете посмотреть на сайте, если у вас, например, оказалось неудобным время проведения или вы не смогли досмотреть до конца. Ну и, соответственно, может быть и другие вебинары вам окажутся полезными, или заинтересуют. Программа нашего вебинара сегодня будет построена таким образом. Мы посмотрим новую форму регламентированных отчетов по ОСН. С 2023 года у нас будет применяться новая форма и, соответственно, поговорим про новые старые отчеты, про то, как надо будет сдавать отчетность за 2022 год, настройки, если это необходимо будет сделать, про административные мероприятия, что нужно будет проверить перед формированием годовой отчетности. Ну и, соответственно, поговорим про дополнительные сервисы и отчеты, которые могут нам в этом помочь. В 2023 году для упрощенцев тоже были достаточно революционные изменения. Ну, во-первых, изменили сроки уплаты авансовых платежей и налога по итогам года. Это, собственно, связано с переходом организации ИИП на новый порядок расчетов с бюджетом по единому налоговому платежу. Ну и, соответственно, работа с единым налоговым счетом. Поскольку даты налоговых платежей указывают в декларации, то, соответственно, пришлось вносить изменения в ее форму. Авансовые платежи по налогу организации и предприниматели должны учитывать не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. То есть это новая единая дата предоставления отчетов и новая единая дата оплаты налогов. Соответственно, налог по итогам года организации должны уплачивать не позднее 28 марта, года следующего за налоговым периодом, а предоставлять декларацию не позднее 25 марта. Предприниматели должны уплачивать налог не позднее 28 апреля, года следующего за налоговым периодом, а предоставлять декларацию, соответственно, не позднее 25 марта. В связи с этим приказом ФНС России, вы видите его номер на экране, в форму и порядок заполнения декларации были внесены изменения в отношении этих сроков. Но обновленная форма декларации будет применяться с отчетности за 2023 год. А как же тогда подавать декларацию по упрощенке по новой форме? Когда приказ, который утвердил этот план, был опубликован на официальном сайте только 2 февраля 2023 года. И в самом тексте этого документа было указано, что он вступает в силу через 2 месяца после опубликования. То есть это обозначает, что новая форма декларации по упрощенке применяется только с 3 апреля 2023 года. Причем за периоды, которые начинаются с 2023 года, как я уже сказала. А в этом случае декларацию за 2022 год мы подаем на бланке, который утвержден предыдущим приказом ФНС. И вы видите его номер. Обратите внимание на последние цифры 958. То есть декларацию по упрощенке за 2022 год мы подаем по прежней форме. Почему я обратила ваше внимание на окончание номера этого приказа? Потому что когда мы будем смотреть с вами саму печатную форму, то есть соответственно за 2022 год, на ней должны быть указаны именно реквизиты вот этого приказа, который 958 оканчивается. Декларацию по упрощенке за 2022 год организации должны представить не позднее 27 марта 2023 года. И предприниматели в этом случае не позднее 25 апреля 2023 года. Налог по УСН за 2022 год уже посредством внесения единого налогового платежа на единый налоговый счет организации должны уплатить не позднее 28 марта этого года, а предприниматели не позднее 28 апреля. Соответственно, как вы видите, 25 число это предоставление декларации, а 28 это уплата единого налогового платежа. Здесь нужно заострить внимание на том, что налоговая изменила порядок, который регулирует сдачу годовой отчетности. То есть это был приказ еще за 2021 год. Ну, практически он носил более-менее технический характер, то есть в правилах закреплен был новый способ, как направлять бухгалтерскую отчетность, а также внесены изменения для малых компаний. То есть напомню, что в предыдущей редакции было указано, что это было в законе о бухучете, было указано, что есть возможность сдавать документацию через оператора ТКС. Сейчас и бухгалтерскую, и налоговую отчетность можно сдавать как через оператора ТКС, так и на сайте ФНС. Для этого в 1С разработан сервис, он называется 1С-отчетность. Напомню, что такое же название имеет раздел, который включает в себя формы регламентированной отчетности, личные кабинеты и так далее. Мы посмотрим это немножко позже на демо-базе. И, соответственно, сейчас у налоговиков на их сайте есть сервис предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде. То есть можно прямо на сайте ФНС или при помощи сервиса 1С-отчетность напрямую сдавать отчетность для налоговиков. И по этой отчетности ФНС формирует информационный ресурс бухгалтерской отчетности, ГИРБО. В связи с тем, что сейчас у нас достаточно много предприятий, физических лиц попали под санкции западных стран, то при формировании отчетности для ГИРБО организации, которые внесены в списки, попали, так сказать, под санкционные ограничения, могут заполнить заявление о том, чтобы не публиковать данные своей отчетности в ГИРБО. Для этого нужно отдельно, на специальном бланке заполнить его и отослать в налоговую просьбу о том, чтобы не формировать отчетность. Ну, собственно, при формировании ГИРБО, то есть при старте вот этого сервиса, теперь не требуется дублировать отчетность в органы власти. То есть, соответственно, если отчетность содержится в этом реестре, то все заинтересованные организации могут ее оттуда получить. Ну, к сожалению, также и не дружественные, как наши фискальные органы. Еще одно письмо Минфина, это вот совсем новое письмо, как вы видите, от 10 февраля этого года, внес изменения в том, о том, что могут применять или не могут применять упрощенку организации, которые по АКВЭДу заявили определенные коды. То есть, теперь по кодам АКВЭД не имеют права применять упрощенку предприятия, которые занимаются производством ювелирных и других изделий из драгметаллов или торговлю с ними. То есть, это касается изменений уже и этого года. Поэтому перед тем, как сдавать отчетность, изменений было много и, собственно говоря, и по разным формам отчетности, и по льготам, которые для ОСН применяются и по переходному периоду. Соответственно, нужно проверить упрощенную учетную политику. Касательно этого письма есть оговорка, то, что не для всей деятельности, которая связана с драгметаллами, актуальны ограничения, которые вызвало вот это вот письмо. То есть, нет запрета на применение спецрежимов для бизнеса по торговле ломом и отходами драгоценных металлов, по производству бижутерии и по ремонту ювелирных изделий. Это еще одно разъяснение Минфина в письме от этой же даты, но номер, видите, это было 10-955, а вот эти комментарии у нас уже были озвучены в письме 10-992. А мы с вами сегодня будем таким образом строить нашу встречу. Нормативную информацию, так сказать, я буду показывать на слайдах, и мы с вами будем переключаться на демо-базу ERP, и уже то, о чем мы поговорили, я буду показывать и в виде слайдов, например, вот таких, и мы будем смотреть это на демо-базе. Я сейчас на нее переключусь. То есть, вот наша демо-база по ERP, и мы, соответственно, будем смотреть на ней те разделы, про которые поговорили, и будем смотреть, на что стоит обратить внимание при подготовке годовой отчетности, то есть, декларации по упрощенке. Сейчас мы снова переключимся с вами на слайды, и следующий слайд у нас будет, это уже касаться именно практического перехода, и на что мы обращаем особое внимание. То есть, сам по себе процесс составления годовой отчетности не заканчивается, точнее говоря, не начинается с формирования самой декларации. Вот мы с вами сейчас перешли на слайд, который показывает, где у нас располагается, ну, в принципе, те, кто с этим работал, это и так знают, но лишний раз обратить внимание следует вот на что. То есть, раздел «Регламентированная отчетность», здесь у нас есть подраздел «1С отчетность», и есть еще вот такая волшебная кнопочка, которая вызывает выпадающий список. Сейчас мы с вами переключимся в демо-базу и посмотрим это же самое, так сказать, в натуре. Так, я чуть-чуть опущу нашу планочку, чтобы были видны закладки. То есть, при начале составления годовой отчетности нам с вами в обязательном порядке нужно проверить нашу учетную политику, посмотреть, ну, как бы, как вы ее настроили, и проверить, не потеряли ли вы случайно в последний момент перед Новым годом право на ее применение. На самом деле, у нас в прошлом году действовал режим переходный, так сказать. То есть, если вы превысили основные показатели, но остались в рамках, скажем так, нужных цифр, то у вас применялась повышенная ставка, но право на применение упрощенки вы не теряли. То есть, вместо 6% у вас должно было быть 8%, и вместо 15% у вас должно быть 20%. Но при всем при этом вы создаете отчетность, естественно, в тех же параметрах, в тех же формах, ну, как бы, как обычно. Разница только в том, что с суммы превышения над установленными показателями вы платите повышенный налог. Значит, что у нас здесь есть интересного, тоже на что надо обратить внимание. Ну, при составлении отчетности, поскольку мы с вами уже, как бы, столкнулись на практике с большим количеством изменений, нужно обращать внимание в первую очередь на релиз вашей конфигурации. И сейчас, в принципе, я покажу, почему. Потому что, вот, например, при работе с новым отчетом EFS-1 у нас с вами будет вот такая картинка. Если мы перейдем, например, ну, из раздела кадры, не из раздела регламентированный учет, а из раздела кадры, мы попытаемся сформировать с вами раздел, который касается, вот он у нас, и отсюда нас будет интересовать электронные трудовые книжки подраздел. То есть это операции, которые согласно новому отчету EFS-1, то есть отчеты в объединенный фонд, который у нас стал с 1 января вместо ПФР и ФСС подраздела электронные трудовые книжки, потому что он фиксирует кадровые изменения, то есть о приеме на работу, об увольнении на работу, о перемещении. Соответственно, в этом разделе есть пункт, по которому мы можем формировать отчетность уже в новом формате. Но вот он у нас, допустим, сведения с трудовой деятельностью. У меня уже заранее этот документ сделала, чтобы нам не пришлось повторять его создание заново. Когда мы формируем такой отчет, он у меня свеженький, как вы видите, это 12 марта этого года. То есть по операциям 2022 года этот отчет должен был быть в форме СЗВТД. А с 1 января он у нас уже должен быть в форме ЕФС-1. Сейчас мы снова поднимем эту планочку. Вот так вот. И смотрим. То есть вот у нас есть печатная форма СЗВТД. И других печатных форм здесь нет. Почему я заостряю на этом ваше внимание? Потому что смотрим мы с вами не на самом последнем релизе, а на не совсем древнем, но и не последнем. То есть в этом случае у нас при создании отчета доступны только старые формы. Если мы обновляем форму, то здесь у нас появляется выбор, то есть уже два отчета. Один по старой форме СЗВТД и один по новой форме ФС-1. Посмотреть, где у нас с вами находится информация о релизе, мы можем вот по этой пиктограммке. И в этом случае нас интересует вот этот пункт информация о программе. То есть, как вы видите, в этом случае мы видим и информацию по платформе, которая у вас установлена, и информация по конфигурации, по релизу. То есть вот мы сейчас с вами смотрим на 2.5.8.321. Сейчас доступны релизы 2.5.8, там 400 и дальше. Соответственно, новые формы отчетов доступны уже в последних релизах. Поэтому, когда вы будете готовить отчетность по упрощенке, то есть декларация, нужно обратить внимание на то, чтобы форма соответствовала тому, что вы сдаете. Сейчас мы эту информацию пока уберем. Это было просто для иллюстрации того, почему важно обратить внимание на обновление вашей программы. И сейчас мы снова вернемся к нашим слайдам. Вот вы видите один слайд, и вот вы видите то, что я вам сейчас только что показывала, так сказать, вот для зрительного восприятия. Именно по обновлению программы вы можете найти информацию на сайте 1С. Там, допустим, есть все изменения, которые по упрощенке у нас вынесены. И, как вы видите, когда и в каких конфигурациях эти изменения внесены. То есть изменения есть и от 6 февраля. Ну, то есть вот можете наглядно, так сказать, посмотреть. Еще один пример, почему я обратила сразу ваше внимание на номер. То есть вот вы видите печатную форму декларации. Ну, здесь нет ничего нового. Она, собственно говоря, так же, как и все остальное отображает регистрационные данные предприятий и так далее. Но вот здесь вот мы видим, что форма ссылается на приказ, на котором я акцентировала ваше внимание. И второе, на что следует обратить внимание, это вот на вот этот вот штрих-код. Потому что, например, если у вас, ну, скажем так, вы вручную редактировали, то если здесь будет другой код, ваша декларация может оказаться непредоставленной. То есть налоговики откажут в связи с тем, что вы представили не ту форму. То есть обращать внимание надо и на штрих-код, и на информацию вот здесь, которая указывает номер приказа, по которому данная форма действительно. Дальше. Что такое мы с вами поговорили о переходном периоде? Ну, во-первых, хочу обратить внимание, что с этого года алгоритмы заполнения декларации, ну, то есть конкретно по превышению, были изменены. Но это уже достаточно не новая информация, что Минфин предоставлял трехлетний план развития налоговой политики. И платить, в общем-то, налоги стало проще, лазейк меньше, контроль жестче и санкции серьезнее, если можно так сказать. Ну, и, естественно, расширились полномочия налоговиков. В 22-м году внесено 9 изменений, которых, в принципе, было бы достаточно уже по-любому для всех. Но эти 9 изменений, это не самые революционные. Ну, то есть все вы знаете и про новую экспериментальную упрощенку АУСН, которая введена в действие в пилотных регионах. То есть это Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. Ну, и, соответственно, про новые лимиты, которые приведены. Вот вы видите, у нас таблетика здесь есть. И сейчас мы к ней, ну, дойдем до нее. То есть, соответственно, как я уже говорила, если вы немного превысили показатели, то вы не потеряли право на упрощенку. Но у вас на вот этот переходный период действуют повышенные ставки. Значит, переходный период наступает в том случае, если у вас по выручке доход находится между 164,4 миллиона и 219,2 миллиона. А число сотрудников, допустим, положено 100 человек, у вас 130. То есть в этом случае, ой, извините, промахнулся. В этом случае, вот вы видите по табличке стандартные условия УСН, когда вы теряете право. Это до 164,4 миллиона, здесь 219. В этом случае 219,2 – это крайний предел. Если вы его превысили, то вы с упрощенки слетели. Численность сотрудников 100, переходный период 100-130. Ну и, соответственно, если у вас оказалось больше, та же самая сумма. А вот по остаточной стоимости основных средств у нас такой вариации нет. То есть 150 миллионов при переходном периоде, как вы видите, здесь не изменяется значение. И в итоге, если вы превысите эти 150 миллионов, то вы право на упрощенку уже потеряли. Сейчас действует форма ЕФС-1. Это новый отчет, который мы уже с вами проговорили. Вот здесь, поскольку у нас есть наслоение сроков, если можно так сказать, то есть между сдачей отчетности по новым формам и операциям, которые происходят по старым формам. То отчет ЕФС-1 у нас новый, применяется он с 2023 года. Но, соответственно, сам отчет должен сдаваться в сроке 25 число, как вы уже знаете. А вот операции, которые касательно кадровых мероприятий, у нас отражаются на следующий день, просто после проведения кадрового мероприятия. И, соответственно, в этом случае сдается не весь отчет, а только форма, которая соответствует движению кадров. И раньше это была форма СЗВТД. То есть мы ее должны сдавать на следующий день. Отражается в ней, в принципе, та же самая информация, которая и отражалась в СЗВТД. Поэтому я вам показала раздел именно кадры, что у нас будет две печатные формы. То есть либо СЗВТД, либо ЕФС-1. То есть, несмотря на то, что срок подачи отчета в целом у нас еще не наступил, но движение персонала мы обязаны отражать уже сейчас, на следующий день после кадрового мероприятия. В принципе, эта новая форма у нас состоит из титульного листа, раздела 1 и раздела 2. В каждом разделе есть подразделы, которые состоят практически из таких же таблиц, которые мы заполняли по отдельности. То есть и в пенсионный фонд, и в ФСС. Вот вы видите информацию, которая у нас в титульном листе, в разделе 1 указывается, и раздел 2. То есть практически в разделе 2 мы сейчас указываем данные, которые для 4 ФСС сдавали. Ну и остальные пока находятся в разработке, еще не было информации о том, как это будет выглядеть в окончательном виде. Сейчас мы с вами снова переключимся на нашу демо-базу и посмотрим именно как нам работать с декларациями. Ой, извините, не туда перескочила. Значит, в этом случае электронные трудовые книжки я закрываю, чтобы они нам не мешались. И интересовать нас будет регламентированный учет раздела регламентированного учета. И если мы переходим по этому разделу, то мы оказываемся вот в таком журнале. То есть это у нас уже блок 1С отчетность. Я сейчас вот сделаю переход, чтобы было видно. Вот наш блок 1С отчетность. Повторю, что это же название соответствует и сервису 1С отчетность. И, как вы видите, вот регламентированный отчет, уведомления, сообщения. Ну, то есть вот дальше меню всего, что мы можем получить в этом подразделе. Вот если мы переходим с вами в регламентированный отчет, это как раз журнал. И обратите внимание, меню, которое мы видели на предыдущем слайдике, у нас вот теперь расположены верхние линеечки. Если я хочу, вот это я делала как бы заранее, чтобы потом нам не ждать, пока он сформируется. То есть если я хочу создать отчет, я использую привычный уже алгоритм по кнопочке создать. У меня открывается перечень отчетов, которые есть, и те, которые у меня уже выбраны. То есть, как вы видите, здесь у меня, ну, немного отчетов. Если здесь, например, нету декларации по СН, я перехожу на закладочку «Все» и выбираю в нужном разделе «Отчетность». Хочу напомнить, что отчетность ЕФС-1 у нас живет в разделе «Отчетность по физлицам». То есть я здесь открываю и выбираю то, что мне нужно, а для сдачи декларации нас, естественно, интересует налоговая отчетность. То есть я ее открываю, выбираю то, что мне нужно. То есть вот вы видите, у меня это отмечено звездочкой, соответственно, то, что отмечено звездочкой, уже выбрано в избранное. Ну, вот я перевожу сюда курсор, либо нажимаю «Выбрать», либо отмечаю звездочкой, что хочу перенести этот отчет в избранное. И уже потом в этом отчете выбираю нужное мне юрлицо. Если у вас, например, несколько юрлиц, ну, вот так вот делаем на промресурс, например. И вот на что обращайте внимание. Редакция формы приложения 958. То есть это именно та форма, по которой я должна сдавать отчетность за 2022 год. По гиперссылочке, вот изменения законодательства, мы с вами можем отследить, какие были изменения. Это мы с вами перешли на сайт 1С, прошу прощения, 1С монитор, 1С 8.1С.ру. И здесь у нас есть информация по всем, ну, как бы разделам учета, по всем налогам. И вот если я выбираю изменения законодательства, то мы с вами попадаем в раздел, в котором есть описание всего, что происходило в 1С и в законодательстве. То есть есть вот такая вот ссылочка, например, вы можете посмотреть. Это информация, которую предоставляет компания 1С и, соответственно, очень хорошо методологически обоснованы и экономические показатели очень подробно расшифрованы. Значит, мы выбрали компанию промресурс, выбрали, что посмотрели, что у нас именно та форма отчетности, которая нам нужна. И здесь, собственно говоря, в алгоритме работы с самой декларацией изменений фактически нет. То есть у нас формируется декларация, которая соответствует нынешнему отчету. И вы видите, что здесь есть заполненный титульный лист и, соответственно, заполненные показатели. Ну вот разделы, если мы переходим, то видим, что где есть информация, у меня у предприятия не было операции в этом году по упрощенке, поэтому, соответственно, у меня показателей нет. Но признаки изменения налоговых ставок, вот на них обратите внимание, это как раз-таки при превышении. Если вы выбираете один, значит, вы не превышали никакие показатели. Если вы выбираете два, то, соответственно, сейчас мы это сделаем, то, соответственно, должен быть указан другой код. И дальше заполняется информация уже по вашим цифрам. И, соответственно, вот вы можете, напомню, вы можете ставить упрощенную систему минус с упрощенки, вы минусуете фиксированные платежи. Ну и вот, собственно говоря, форма декларации уже знакомая, уже старая. То есть, так сказать, в отчетности за 2022 год по декларации, ну, собственно говоря, никаких новшеств нет, кроме изменения вот в титульном листе. Вот, обратите внимание, 958 у нас стоит. Оно, печатная форма, штрих-код формируется, когда вы вводите на печать. И проверка, то есть, кроме проверки контрольных соотношений, нужно проверить выгрузку, потому что формат именно выгрузки по новым отчетам отличается от выгрузки по старым отчетам. То есть, проверьте, что у вас все происходит именно так, как нужно, ну, не выдает никаких сбоев. Ну, и если мы выводим печатную форму, он у меня уже существует. Нет, я не хочу сохранять этот отчет, он у меня уже есть. Поэтому я его просто нет, отменяю. Вот она моя декларация, которая уже существует. И вы видите статус, который отражается. То, что я немного ранее говорила, что у нас работают сервисы по прямой передаче отчетности, регламентированной в фискальные органы. То есть, если мы с вами формируем отчетность и хотим активизировать прямую сдачу, минуя оператора ТКС, то в этом случае, если вы являетесь подписчиком ИТС-ПРОФ, то у вас доступна бесплатная активизация этого сервиса для вашего юрлица. Если у вас подписка ИТС-Техно, то в этом случае активировать сервис 1С-отчетность вы можете за дополнительную плату. Правда, она достаточно дружественная. То есть, в зависимости от того, сколько вам нужно лицензии, вы можете за порядка 4800 рублей на год активировать этот сервис. И при этом у нас, поскольку по новым правилам, по изменениям сроков, по изменениям штрафных санкций действуют новые, достаточно короткие сроки, то вот этот режим 1С-отчетность, сервис, вернее, извините, сервис 1С-отчетность позволяет сэкономить несколько дней на прохождении документов через оператора. То есть, поскольку сразу из вашей 1С-ки информация передается на сайт налоговых органов, то если от налоговых органов приходят какие-то уведомления, что, например, либо запрос документов дополнительных, либо требования, что у вас отчетность признана непредоставленной, то вы можете гораздо быстрее среагировать. То есть, в этом случае установлены жесткие сроки, например, 5 дней, на некоторые 10, то, соответственно, если у вас срок 5 дней, то среагировать на день, на два раньше, это уже много чего стоит. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдам, то есть это то, что касается заполнения разделов, но поскольку это не сама декларация, мы на них не будем более подробно останавливаться, так сказать, для информации. То интересовать нас будет следующий слайд. Это ответственность. То есть, поскольку были введены новые штрафы, новые санкции, то, соответственно, и основные, так сказать, ужесточения коснулись несоблюдения подачи отчетности в электронном, например, виде. И сведений по сотрудникам, то есть по персонифицированному учету. Значит, соответственно, если вы нарушили срок и порядок предоставления отчетов по персонифицированному учету, то предусмотрена штрафная мера. Это 500 рублей по каждому застрафованному лицу и несоблюдение порядка сдачи. То есть, если у нас идет ЕФС-1 в электронном виде, а мы сдаем в бумажном, то в этом случае отчетность может быть не принята, и штраф будет 1000 рублей. За нарушения, которые расположены в ЕФС-1 во втором разделе, штрафы те же, что были для ФСС. То есть, непредоставление в срок влечет штраф в размере 5% от начисленной за последние 3 месяца отчетного периода суммы, но не больше 30%, не менее 1000 рублей. То есть, допустим, если у вас там достаточно большие штрафы, то ограничение в 30% как бы спасает положение. А вот если у вас начисление там 200-300 рублей, то вы все равно должны начислить 1000 рублей и заплатить штраф. И, в общем, за державу будет напитно. С 1 января этого года внесли изменения в порядок, если можно так сказать, начисления и оплаты штрафных санкций. То есть, например, если вам начислили штраф, то есть пришло уведомление о начислении штрафа, то вы можете, если успеете, подать уточненку в течение 5 рабочих дней после получения уведомления. Соответственно, в этом случае нужно помнить про то, что вы уточненку можете подать, но вам нужно обязательно сначала пересчитать сумму, пересчитать начисления, которые касаются взносов. И в этом случае быстренько это заплатить, а потом подать уточненку. Тогда штрафов не будет. Абсолютно такая же процедура касается ситуации, когда вы сами обнаружили какие-то ошибки, не дожидаясь того, что у вас проверил ее фонд. Ну, еще одно, так сказать, послабление, такое же, как используют при применении штрафных санкций в ГИБДД, это если вы получили штраф, то срок уплаты по этому требованию будет 20 дней, то есть раньше было 10, сейчас будет 20. И если вы успели заплатить в течение вот этих 20 дней, то вы платите не полностью весь штраф, а только 50%. Обратите внимание, что административный штраф вам выставят при подаче ЕФС-1 с ошибками, то есть в этом случае вам придет уведомление об уплате штрафа. Ну, и с этого момента, как вы получили уведомление, у вас пошли сроки его погашения. Сейчас мы с вами еще одну табличку посмотрим, то есть вот это то же самое, только более в наглядном формате, то есть вот вы видите. И напоминаю, что это штрафы, которые вам могут выставить за персотчетность. Ну, и еще один напомнить, это уже не новый как бы пункт, но тем не менее. В 2021 году у нас был дополнен перечень обстоятельств, когда ваша декларация или расчет будет считаться непредоставленным. Несмотря на то, что вы отправили его, например, в нужные сроки, все как положено, но тем не менее получили вот такое уведомление, что отчетность не предоставлена. Соответственно, в этом случае непредоставленная она может считаться, если налоговики при камеральной проверке у вас обнаружили, что, например, ваша декларация подписана неуполномоченным лицом. То есть у вас квалифицированная электронная подпись, например, оформлена на генерального директора, а подписал, например, там главный бухгалтер или другой лицо, на кого не имеется доверенности. То есть квалифицированная электронной подписью или машина, читаемая доверенностью. Если ваши документы, ваши отчеты подписаны дисквалифицированным физлицом и на момент подписания срок его дисквалификации еще не окончился. Ну, естественно, если измеются свидетельства о смерти подписанта до того, как отчетность была им подписана, ну, это уже конкретно мошенническая схема. И в отношении руководителя, который подписал отчет, но про него внесена запись о недостоверности сведений. Вот на этом пункте было очень много конфликтов, очень много вопросов и так далее. То есть смысл в том, что, например, руководитель, на которого оформлена подпись совершенно легитимна, нормальная и так далее, поменял паспорт. Например, по возрасту или в связи со вступлением в брак. И получается, что сведения в Егрюл не подали на обновление. И в Егрюл осталась запись о его старом паспорте, который действовал на момент подачи сведений в Егрюл. А, допустим, кадровые работники могли и не знать о том, что он вступил в брак или о том, что он поменял паспорт. В этом случае организация мало того, что получит именно вот этот пункт для признания отчетности непредоставленной, плюс непредоставленная отчетность, это, соответственно, блокировка счетов и так далее, но и попадет еще во все черные списки, из которых потом достаточно трудоемко, так сказать, исключаться. И самый неприятный пункт, если в предоставленной декларации, например, по НДС, обнаружены расхождения с контрольными соотношениями. То есть контрольные соотношения мы проверяем не только по НДС, но к НДС наиболее пристальное внимание. И если обнаружены ошибки, которые содержатся в расчете по страховым взносам. То есть в этом случае ошибки бывают достаточно часто связаны с тем, что округление производится. В этом случае тоже возникает ошибка, в принципе, это более-менее техническая, но результат все равно именно такой. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашей декларации, точнее, к нашей демо-базе и поговорим вот о чем. Когда мы с вами делаем декларацию, то, соответственно, у нас с вами идет книга доходов и расходов по упрощенке. И если вы видите, что по какой-то причине, ну, мало ли, какая-то запись, может быть, операции или еще что-то, не попадает в книгу учета доходов и расходов, то есть книга учетов по УСН, вот она у нас, и формируется она у нас как обычный отчет, то есть по операциям, которые имеются уже в нашей конфигурации. То есть, видите, мы здесь можем выбрать только организацию, например, и нажать сформировать. То в этом случае, если мы видим, что какие-то, возвращаемся снова в этот наш раздел, что какие-то операции в Кудир не отражаются, а времени на внесение правильных операций у нас уже нету, то в этом случае мы можем воспользоваться вот этим сервисом для формирования записи, то есть вручную записать уже какие-то нужные записи, которые нам требуются. И обратите внимание еще вот на вот этот вот отчет, расчет налога по УСН. То есть, если мы с вами готовим отчет, то мы можем использовать вот этот раздел, этот отчет для проверки своих данных. Еще напоминаю, что, соответственно, перед... Вот я выберу, например, пусть будет у меня предприниматель, и меня интересует не первый квартал, а 2022 год. И я выбираю... А, к сожалению, нет у меня на этом юрлице... Нет у меня на этом юрлице операции, к сожалению, не смогла показать. Ну, собственно, будет предоставлен анализ... Сейчас мы попробуем... Вот таким образом. Это вот... Есть вот такой сервис, по которому мы можем посмотреть, из чего состоят основные показатели, то есть перейти на конкретное... Допустим, конкретный раздел транспортных расходов и так далее. Но вот здесь нужно помнить, что если мы, допустим, работаем с организацией, не с ЭП, а с организацией, то в этом случае, если у нас... Сейчас я выставлю... Многое зависит от настроек, которые созданы по данному юрлицу, в карточке юрлица и в настройках по учетной политике. Сейчас быстренько мы с вами напомним, где у нас живут настройки по учетной политике и что нам это дает. Почему это очень важно при составлении... проверить при составлении отчетности. То есть это у нас в разделе инсы и администрирования, у нас в разделе организации. Если мы войдем вот в любую нашу организацию, открывается карточка юрлица, и, соответственно, мы по этой карточке можем проверить. Проверить на самом деле важно вот что. То есть, как вы знаете, все учетная политика оформляется не позднее 31 декабря на следующий год. То есть, соответственно, в учетной политике должны быть указаны данные. Вот у нас открылась карточка юрлица и вот у нас закладочка учетная политика. То есть она должна быть принята приказом не позднее 31 декабря текущего, ну, допустим, предшествующего года. То есть если я на 23-й год заполняю учетную политику, то я должна написать, что 31 декабря 22-го года. Если я укажу, например, с 1 января 23-го года, то эта учетная политика будет у меня действовать уже только на 24-й год. То есть, соответственно, когда вы проверяете вашу учетную политику перед началом составления отчетности, вам надо обратить внимание именно вот на эти даты. То есть чтобы учетная политика на этот год была утверждена в прошлом году, а чтобы учетная политика на 23-й год была датирована не позднее 31 декабря 22-го года. Ну и, соответственно, изменения в учетной политике нас интересуют, особенно если вы переходили на упрощенку или, наоборот, потеряли право на упрощенку, то в этом случае вам нужно зайти в настройки и проставить новые данные. И обратите внимание, вот здесь вот мы должны проставить, что уплачивается единый налоговый платеж. То есть он у нас уплачивается в 23-м году по-любому, ну а на 22-й, соответственно, этого еще не было, поэтому галочки стоять не должно. И вот она дата, с какого периода оно должно действовать. Финансовый учет, да. Здесь нас интересует именно то, чтобы мы посмотрели, вот, что касается прослеживаемых товаров. Соответственно, метод оценки проверяем. И вот здесь вот. То есть у нас с вами были приняты достаточно много ФСБУ. В этом году у нас обязательно к применению 6-е и 26-е ФСБУ. То есть, соответственно, по стандартам международного учета или по ПБУ-6. Ну и вот проверяете остальные данные заполнения. А вот тоже политика бухгалтерского учета. Вот здесь нужно остановиться и немножко поподробнее посмотреть. То есть, если у вас, например, предприятие, ну, меняло систему налогообложения, то, во-первых, проверьте по 18-му ФСБУ. Вот они у нас, 6-е ФСБУ, новые основные средства. И в этом случае, если 6-е ФСБУ у нас тоже применяется, то с какого месяца мы принимаем к учету основные средства? С месяца, в котором оно поступило и принято в эксплуатацию, либо со следующего, с первого числа следующего месяца. И здесь, ну, соответственно, запасы. Это проверить, что все соответствуют, все настройки соответствуют пятому ФСБУ. И отчетность. То есть здесь есть возможность применять настраиваемую отчетность. То есть ненастраиваемая у нас по умолчанию подставлена. А вот если мы хотим сделать, что у нас настраиваемая бухгалтерская отчетность, то мы можем внести такой пункт. Ну и, соответственно, тогда нужно будет вносить изменения в форму, если там что-то будет нестандартное. Так, это мы с вами посмотрели. А еще один вопрос, который тоже требует заострить на него внимание. Это у нас понятно, что ставки налогов по упрощенке, по НДСу, по имуществу. То есть, соответственно, мы все это просматриваем. Но сейчас большое внимание уделяется еще одному разделу учета. Сейчас я пока закрою этот список. И раздел учета, НСИИ и администрирования. Переходим в раздел. Кроме того, что мы проверяем учетную политику и налоги, мы должны проверить еще один момент. То есть, в связи с мобилизационными мероприятиями большое внимание стало деляться воинскому учету. Если малые предприятия, то есть МСП, раньше так, ну, сильно легкомысленно относились к этому разделу, то сейчас на это надо обратить больше внимания. Потому что иначе вы можете нарваться на достаточно серьезные санкции. В разделе кадры, это вне зависимости от того, что вы упрощенка или нет, значит, здесь у нас есть раздел воинский учет. Вот он у нас. И, соответственно, надо проставить флажки, что ведется воинский учет. Даже если вы там делаете это задним числом, то вот этот флажок позволяет вам формировать отчетность в военкомат. То есть, одна форма. А вот если у вас еще есть люди, которые подлежат бронированию на период мобилизации, ну, то есть, если вы попадаете там по спискам, что не подлежат мобилизации ваши какие-то конкретные сотрудники, то вы ставите вот этот флажок, и в этом случае вам добавляются еще две формы отчетности. Напомню, отчетность по военскому учету сдается в военкомат, не в налоговую, не в объединенный фонд, социальный фонд, а именно в военкомат. И после того, как вы проставляете вот здесь вот отметочки, то, соответственно, когда вы переходите в раздел кадры, вот тут вот, у вас появляется блок воинский учет. Вот он. И, соответственно, форма документов, то есть, листки сообщений, которые так же, как и по ЕФС-1, новому отчету в социальный фонд, вы должны предоставлять еще и в военкомат, то есть, прием, увольнение, кадровое перемещение и так далее. Значит, вы формируете вот эти листки и подаете их в военкомат. Единственное приятное в этом вопросе то, что подаются они не на следующий день, как в объединенный социальный фонд, подаются в течение двух недель. Ну и, соответственно, документы по бронированию. Сведения о приеме – это, собственно говоря, сам отчет, который вы должны вместе с листками предоставить в военкомат. Ну и вот, видите, у меня стоит. И с определенной периодичностью вы должны, сейчас снова вернемся в раздел, вы должны с военкоматом производить сверку карточек воинского учета. То есть, что сведения, которые вы им подали, соответствуют тем сведениям, которые у них имеются. Потому что у вас в этом случае, если вы нарушили, ну, там, сроки или информация недостоверная, или еще что-то, точно так же будут применяться санкции. А в период военных действий или вот каких-то мобилизационных мероприятий, соответственно, санкции ужесточаются. Поэтому вот этому разделу нужно уделить внимание, несмотря на то, какая у вас система. Общая система или, допустим, упрощенка, или ПСН, ну, то есть в зависимости от этого. Но здесь есть один интересный момент, что воинский учет прописан, продекларирован для юридических лиц. Индивидуальные предприниматели не поименованы в списке тех, кто обязан предоставлять такие сведения. То есть для ИП это не обязательно. И еще один момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание, это дополнительные сервисы. То есть вот обратите ваше внимание, раздел кадры. У нас есть сервис 1С-кабинет сотрудника. И когда мы с вами были в регламентированном учете в разделе 1С-отчетность, у нас здесь тоже есть личные кабинеты. Это разные личные кабинеты. То есть по кадрам это личный кабинет именно вашего сотрудника, куда он может зайти, посмотреть все свои начисления, сформировать себе расчетный листок. То есть чтобы не обращаться к бухгалтеру, он сам может там получить всякую информацию. А вот тот личный кабинет, который у нас находится в разделе регламентированный учет 1С-отчетность, это личные кабинеты, которые касаются конкретного предприятия, которое вы выбрали, и соответственно конкретных фискальных органов. И они отражают именно данные по ЮРЛИЦУ. И на самом деле достаточно сильно облегчают жизнь. Пока он сформируется, уже состаришься. На самом деле вот эти личные кабинеты сейчас во всяком случае тоже очень актуальны, так же как сервис 1С-отчетность, потому что они позволяют практически в режиме онлайн зарегистрировать свои личные кабинеты, например, на сайте налоговая инспекция и так далее. Это вот, собственно, когда переходишь вот таким образом, то есть переходим через 1С-отчетности, переходим на личные кабинеты, и на этом моменте 1С-ка себя хвалит и говорит какой-то удобный сервис. Поподробнее про сервис можно посмотреть вот по ссылочке. Подключиться к нему тоже легко. Для этого не надо участие там, например, системного администратора или еще что-то. Это можно сделать самостоятельно. И позволяет перейти на сайт налоговой инспекции, зарегистрировать там свои предприятия. Сейчас он тоже пока сработает, пока сообразит, как перейти. Вот. Видите, личный кабинет юридического лица налог.ру. Вот формируется переход. Здесь инструкция, как там зарегистрировать личный кабинет, если вы этого еще не делали. И на самом деле мы на этом не будем заострять внимание. Мы вот про что поговорим. То есть кроме того, что вы за личные кабинеты, в налоговых органах здесь есть и другие. Рост природнодзор, госуслуг, портал статистики. И личный кабинет электронных листков нетрудоспособности, подтверждение вида деятельности по АКВЭД, ну, то есть по всем соц... по всем, собственно говоря, соцпособиям. То есть здесь также мы регистрируем личный кабинет, только теперь это, ну, возможно, будет объединенный фонд. И уже можем напрямую быстро отслеживать сведения, например, по электронному листку нетрудоспособности, которые мы передали, если там какие-то замечания или запрос дополнительной информации. И еще будет пункт, по которому я хотела особое внимание ваше на нем заострить, это статистика. Почему? Потому что в 22-м году статистика начала реально штрафовать организации за непредоставление или нарушение сроков по сдаче статистической отчетности. Было добавлено достаточно много форм по статистике, которые обязательны к применению и сдаче. Поэтому, когда вы готовите декларацию, вам нужно зайти на портал по вашему ИНН, проверить, под какие формы отчетности вы попали, может быть, вы под какую-то выборку попали. Ну и, соответственно, если вы видите, что вам какая-то отчетность назначена, то ее нужно сформировать и сдать, то есть чтобы не попасть под штрафы. Штрафы, на самом деле, штрафы по статистике муссируются достаточно давно. И, собственно говоря, это не в прошлом году, а уже года два назад было, что статистика имеет право штрафовать и все такое. Но реально штрафные санкции применяются с прошлого года, то есть с 22-го, и штрафы достаточно серьезные. То есть за нарушение сроков, либо за непредоставление отчетности статистика штрафует на сумму до 70 тысяч рублей. При повторном правонарушении этот штраф увеличивается уже до 150 тысяч рублей. Поэтому, в общем-то, стоит потратить 5 минут на то, чтобы сходить, проверить, зарегистрировать, если вы там еще не делали свой кабинет, ну и, собственно, проверить, под какие отчеты вы попали. Итак, мы с вами, в общем-то, так, сейчас мы это закроем, чтобы нам не мешалось, и вернемся снова к нашим слайдам. Вернуться я хочу в титульный лист, чтобы еще раз напомнить вам наши контактные данные, Телеграм, сайт. И поскольку время наше, к сожалению, уже истекло, мне хотелось бы, так сказать, поблагодарить вас за внимание, за время, которое вы нам уделили, и напомнить, что мы оказываем полностью весь спектр услуг, которые касаются семейства 1С, то есть и продажи, и внедрения, и настройка, и доработка. Поэтому мы будем рады оказаться вам полезными, надеемся на дальнейшее сотрудничество, ну и приглашаем вас на другие наши мероприятия. На этом компания Кодерлайн прощается с вами. Хорошего вам дня, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok